Здравствуйте! На 39-м канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях. О том, как в Анапе обсудили ход реализации инвестпроекта по созданию федерального морского курорта. Как Анапа и остальные муниципалитеты края отчитались о готовности к предстоящему зимнему периоду. О достойном результате анапских спортсменов и не только об этом. В честь 80-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков по всему региону проходят более тысячи мероприятий. В Анапе возложили цветы к стелле города воинской славы. В акции приняли участие представители юнармии и движения первых, союза казачьей молодежи, молодежного совета при главе города, волонтеров победы, городского совета ветеранов, ДСАФ и других общественных организаций. С приветственным словом к участникам акции обратились вице-мэр Игорь Викулов и председатель молодежного совета Алексей Алешин. Они отметили, как важно бережно хранить память о героическом прошлом нашего региона и передавать ее из поколения в поколение. Состоялась торжественная церемония развертывания флага России. К стелле возложили цветы. Патриотические мероприятия сегодня проходят во всех образовательных учреждениях, молодежных клубах по месту жительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Российской Федерации Юрий Гордеев, гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Сукланов, мэр Анапы Василий Швец, представители Минэкономразвития, Минэнерго и других структур. Реализация проекта идет в полном соответствии с утвержденной дорожной картой. Заинтересованность в сотрудничестве по реализации проекта уже выразили 18 потенциальных инвесторов. Завершены полевые этапы инженерных изысканий на суше, ведутся изыскания в морской части. Вениамин Кондратьев заострил внимание на том, что необходимо развивать курортные территории параллельно со строительством социальной инфраструктуры. В регионе появится современный туристический кластер, который станет известным на всю страну, а значит он нуждается в соответствующей качественной и современной инфраструктуре. Это транспортная составляющая, энерго, водоснабжение, строительство очистных сооружений, берегу крепления, а также переработка и утилизация отходов. Только такой комплексный подход позволит нам создать курорты мирового уровня, которые повысят привлекательность Краснодарского края и дадут дополнительный импульс развитию экономики региона. Мэр Анапы Василий Швец подчеркнул, что новая Анапа будет способствовать развитию транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуры курорта. А также отметил, что при реализации проекта важно сохранить базу для занятий кайтсерфингом на Бугасской косе и уделить особое внимание кадровому обеспечению. В частности, рассмотреть возможность организации дуального образования. Презентация курорта «Новая Анапа» состоится на форуме «Россия». В рамках подготовки корпорации «Туризм.РФ» уже разработаны архитектурный макет и видеопрезентация. Анапа и остальные муниципалитеты края отчитались о готовности систем к предстоящему зимнему периоду. Подготовку к новому отопительному сезону в край начали раньше, чем закончился предыдущий. Она прошла в штатном режиме. «Своевременное и качественное проведение комплекса работ – основное условие стабильной безаварийной работы электросетевого комплекса в зимний период», сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин. Специалисты коммунальных служб подготовили котельные, привели в порядок километры теплосетей, водопроводные и канализационные сети. Для оперативной ликвидации возможных последствий непогоды сформированы аварийные бригады. В наличии необходимая техника, резервные источники, энергоснабжение и запасы топлива. Решение о начале отопительного сезона муниципалитеты принимают самостоятельно, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов. Однако каждый район может начать его по заявочному принципу. Педагоги Анапы вышли в финал конкурса «Лидеры Кубани». Завершились полуфиналы шестого сезона краевого кадрового конкурса «Лидеры Кубани». Из 15 тысяч подданных на него заявок было выбрано 400 полуфиналистов, из которых 100 человек вышли в финал. Число лучших, кто будет бороться за победу в финальных испытаниях, вошли и представители образовательных учреждений Анапы. Заведующий детского сада номер 9 «Ягодка» Галина Киевская и учитель русского языка и литературы гимназии «Эврика» Анна Прошлякова, сообщили в управлении образования мэрии Анапы. Витязево проведут прием граждан специалисты консультационного центра. По поручению мэра Анапы продолжается выездная консультационная работа с сельскими жителями. 10 октября в Доме культуры села Витязево можно будет получить консультации специалистов управления социальной защиты населения, пенсионного фонда, ресурсоснабжающих организаций, управления ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, транспорта и дорожного хозяйства и других ответственных служб. Центр будет работать с 15.00 до 17.00 по адресу село Витязево, улица Лиманное, строение 8. С графиком и местами проведения выездов консультационного центра можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Анапы в разделе «Обращение граждан». Анапские спортсмены показали достойный результат на межрегиональном этапе первенства России по баскетболу. который проходил в Волгограде. Наша команда «Краснодарский край-2» под руководством главного тренера Максима Забелина заняла третье место, тем самым пройдя в полуфинал первенства России. Этап проходил по круговой системе из пяти команд. Соперники по силам не уступали друг другу, каждая игра была напряженной и очень зрелищной. В итоге места распределились следующим образом. Первое место «Краснодарский край-1», второе место «Волгоградская область-2». Третье место «Краснодарский край-2», четвертое место «Ростовская область-Барс», пятое место «Волгоградская область-1». Поздравляем спортсменов и их тренера с достойным результатом и желаем дальнейших побед! Воспитанник «Канавской школы дзюдо» завоевал бронзу первенства мира. Анджей Павлюков, который на сегодняшний день представляет Челябинск, показал впечатляющий результат на турнире в Португалии. В схватке с серебряным призером Кадетского чемпионата Азии и Океании Парвизом Абдурахмоновым из Саджикистана он сумел одержать победу и стал третьим в весовой категории до 100 килограммов. Поздравляем Анджея и его тренеров Александра Власова и Федора Кирпиченкова. Желаем новых достижений и ярких побед! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Золотые награды в одиночной категории завоевали Роман Артемов и Екатерина Пивоварова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Анапе состоялись соревнования по питанку и шахматам. 7 и 8 октября на полях питанк-клуба «Белая шляпа» состоялись 13 и 14 этапы Гран-при России в дисциплинах питанк-двойка и питанк-тройка. Анапа приняла игроков из пяти регионов страны. По итогам двух спортивных дней 12 медалей остались в нашем городе. Среди соревнующихся были новички. Участники проекта «Старшее поколение выбирает питанк». Также со 2 по 7 октября в городе проводился престижный шахматный турнир. Этапы Анапа-2023 всероссийских соревнований по быстрым шахматам. «Рапид Гран-при России» и «Блицу» «Блиц Гран-при России». Основными претендентами на призы Минспорта Российской Федерации были 14 обладателей международных шахматных званий. Из анапских шахматистов выше всех в таблице поднялась кандидат в мастера спорта Алина Ермакова. Среди ветеранов отличился житель поселка Виноградного Александр Петров. Далее прогноз погоды в городских подробностях. Во вторник, 10 октября, нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Влажность воздуха составит 66%. Ветер подует северо-запада со скоростью 6 метров в секунду. Возможны осадки. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok